В солнечный сентябрьский день мы побывали в Шалабулино, ведя подготовку к третьему муниципальному форуму, проведение которого намечено на первую половину 2019 года. Темой форума должно стать благоустройство территорий. Павел Белоножко в 17 лет уехал из родного села и 40 лет был горожанином. Теперь он снова живет на своей родине и радуется, что родное Шалабулино обновляется. Вот церковь, церковь, это вообще архитектура и старина, она была вообще развалена. Вот церковь, сад, детский сад был в разрушении, детский сад восстановили, вот памятник ветеранам восстановили, детская площадочка вот у меня за спиной. Вообще прелесть, дети обожают. Спортивные объекты, фаб хороший построили, тоже вот, что был старый, сейчас новенький. Зайти, одно удовольствие побыть там. Ну, пожарку вот восстановили, что пост сделали, это тоже для населения. Пожарка на три деревни, ну и по соседним деревням успевает. Ну, это тоже для населения какое-то успокоение. Успеет хоть где-то что-то притушить. Ну, вот, что еще? Река, тоже благоустроили берега, при наводнении дамбочки есть. Ну, на что хватает денег? Так бы вот еще желательно в деревне, чтобы дороги хорошие сделать, асфальтированные. Вот одна есть дорога асфальтированная, центральная, но этого мало. Безусловно, не все еще хорошо, но надежда есть и есть понимание, что благоустроить село можно только сообща. В один день все это не сделаешь. Со временем, со временем, да. Ну, нужно как бы благоустройство все это, к населению обращаться, чтобы возле дворов каждый, что обиходил, участки все эти, траву выкашивали. Вот бродячий скот, это целая проблема в деревне. Ну, что, если бы скотину выгоняли на поле бы, пастись, а то она по деревне и бродит. А что скотина может оставлять после себя возле их объектов? Ну, вот, что в таком вот роде все. Очень болит душа за то, что такое хорошее село еще не совсем так выглядит, как хочется, у недавно пришедшей на должность Алены Антошкиной. Конечно, очень тяжело работать с населением, потому что, видимо, в какой-то период времени жители перестали общаться, перестали активно участвовать в благоустройстве своей территории. Даже очень плохо смотреть, что возле некоторых домов у нас стоят крапивы, когда знаем, что там проживают работоспособные населения, но они не хотят выйти и как-то облагородить свою территорию. Конечно, очень большое количество людей заинтересованы в том, чтобы на территории не только в Шаловолиной, в Ильинке, в Курганчиках был у нас чистота и порядок. В настоящее время жизнь в селе немного оживилась. Активизировались общественные организации. У нас появились женские советы, у нас создались старосты населенных пунктов. И именно они тоже играют и помогают нам в плане благоустройства, в плане и уборки территории. Мы очень часто проводим субботники на нашей территории. И те активисты, которые проживают у нас в селах, они с огромным удовольствием выходят и помогают нам привести все в соответствии и в порядок. И хотя бы поддержать то, что мы сейчас имеем. Конечно, на будущее будем стараться, будем развивать, будем стараться убирать с территории все старые объекты, которые пришли уже непосредственно в негодность. Будем стараться добиваться того, чтобы на территории у нас были и детские площадки, не только в Шалоболино, но и в Ильинке, и в Курганчиках. Хочется, чтобы все дети, которые проживают у нас на территории муниципального образования, у них было куда сходить и было где поиграть. Очень радует, что есть неравнодушные люди, шалоболинцы бывшие и сегодняшние, которые заботятся о своем селе, о его благополучии. Благодаря спонсорам, которые у нас проживают на территории Российской Федерации, которые являются нашими жителями муниципального образования, которые проживают в городе Абакане, в республике Хакасия, они очень отзывчивые и ответственные люди. Благодаря им у нас в селе по улице Карла Маркса в Шалоболино и по улице Гагарина появилось новое стационарное уличное освещение, уличные светильники, которые светодиодные нам подарил спонсор Апложкин Андрей Георгиевич. Также у нас по улице Профсоюзной за счет средств местного бюджета была полностью установлена новая точка уличного освещения, также установлены стационарные уличные светильники светодиодные. Люди довольны, люди видят, что на территории что-то делается и я думаю, что не только спонсоры, которые проживают на всей территории Российской Федерации, которые наши граждане, бывшие, которые проживали здесь, и я думаю, что все-таки и наши, те предприниматели, которые на территории находятся, они также вольются и будут активно участвовать в благоустройстве нашей территории. И, конечно же, благодаря жителям, я думаю, что у нас все получится и все у нас на территории заиграет, заблагоухает и все будет красиво и хорошо. Спасибо за просмотр!